Основная цель деятельности Центра развития спорта – привлечь население к регулярным занятиям физической культурой. Она же отражена в национальном проекте «Демография» и в региональном «Спорт. Норма жизни». Развитие спортивной инфраструктуры искренне – это развитие не только спортивных объектов, но и оборудование спортивных площадок и площадок ГТО на придомовых территориях, в школах и дошкольных учреждениях, парках и скверах. Так, в этом году построено три площадки ГТО в школах, две – в детских садах. Одна – в сквере микрорайона Ложок, одна – на спорткомплексе Маяк, одна – в центральном микрорайоне города Искатима. Укрепилась спортивная база лагеря «Лесная сказка». На заре создали условия для инвалидов. На юбилейном отремонтировали лестничные пролеты и спортивный зал. На маяке появилась спортивная площадка, закупили коньки, сделали защитное ограждение на хоккейной коробке. Благодаря развитию базы и укреплению материально-технической оснащенности выросло количество участников спортивных мероприятий. За 11 месяцев 2023 года в 87 городских и областных спортивных мероприятиях приняло участие более 4 тысяч эскитимских спортсменов. А посетили муниципальные спортивные объекты более 60 тысяч человек. Большой популярностью у горожан пользуется Всероссийский день бега. В этом году на его старт вышло более 400 эскитимцев от 5 до 85 лет. В легкой атлетической эстафете, посвященной Дню Победы, массово принимают участие все школы города. А традиционная лыжня России собирает в эскитиме любителей зимних видов спорта различного возраста. Эскитим сегодня в числе сильнейших спортивных населенных пунктов региона. Здесь и дальше планируют привлекать горожан к регулярным занятиям физкультурой. В планах ремонта спортивных объектов, совместная работа с Управлением образования по комплексу ГТО, с Молодежным центром и Управлением культуры по новым форматам проведения мероприятий, с отделом социального обслуживания населения по программе «Здоровый город». Продолжение следует...